В прошлом видео я вам показывал, как я организовал систему видеонаблюдения за автомобилем на парковке на базе ноутбука. Так как видеонаблюдение я использую только по мере надобности, часто случалось так, что ноутбук я выключал, а питание камеры я забывал выключать. И таким образом она могла работать несколько суток, пока я об этом не вспоминал и не отключал питание. Прошло некоторое время, у меня появился обычный системный блок на базе двухъядерного процессора, который я хочу использовать для видеонаблюдения и у меня есть неплохая идея. Продолжение следует... В любом компьютерном блоке питания, по крайней мере таких годов, как у меня, есть свободный порт, который подключался к флоппи-дисководу. Я решил его использовать, выпаял такое же гнездо со старого флоппи-дисковода и теперь его вставляем сюда. Вот. Таким образом я вывел питание 5 вольт и 12 вольт на вот эти вот два гнезда. Гнезда я брал размером 5,5 на 2,5 миллиметров. Это стандартные гнезда для таких устройств, как камеры, роутеры и тому подобное. Почему я использовал два разъема? Вообще мне нужно 12 вольт, но так как 4 контакта, я решил, что выведу и 5 вольт. По крайней мере сюда тоже можно будет подключить какие-то 5 вольтовые устройства. К примеру, USB разъем выдает всего лишь 500 миллиампер, а отсюда уже можно будет взять ток побольше и 1 ампер и 2 ампера. Включил системный блок, зашел в BIOS и теперь проверяю питание в этих гнездах. 5 вольт есть, 12 вольт есть. Предварительно проверяю, сколько же потребляет камера. Сейчас день и в дневном режиме при напряжении 12,2 вольта она потребляет всего лишь 76 миллиампер. Карта видеозахвата подключена в USB. Я ее прицепил на системный блок, чтобы она нигде не болталась. Подключается видеосигнал и питание камеры подключается прямо в системный блок. Я использую вот такой вот двойной кабель, по которому идет и питание и сигнал. Отлично! Все работает так, как я и хотел. Камера работает с компьютером, камера питается от компьютера и мое видеонаблюдение теперь работает только тогда, когда компьютер включенный. Мне так и нужно было, потому что отдельного регистратора у меня нету для этой видеокамеры. И теперь у компьютера моего появилась новая функция, функция видеорегистратора. Просадки по напряжению 12 вольт никакой нету. Блок питания выдает 12,2 вольта четко. 5-ти вольтовую шину, скорее всего, я буду использовать для зарядки повербанков, мобильных телефонов. В то время, когда этот компьютер включенный, скорее всего, сделаю переходничок. На одном конце будет штекер 5,5 на 2,5, как на камере. А на другом конце будет штекер microUSB для подключения к вот таким вот портативным гаджетам. Скажу вам честно, я очень довольный такой доработки. Заняло это не так уж и много времени, не так уж и много средств. Очень-очень удобно. В моем случае, эти гнезда питания можно использовать не только для организации видеонаблюдения, а можно запитать любые портативные устройства, которые работают от 5 или от 12 вольт. За 5 вольт я вам уже говорил, скорее всего, буду использовать для зарядки различных гаджетов. А вот 12 вольт можно использовать, кстати, также для питания светодиодной ленты, к примеру. Если вы используете Wi-Fi роутер, который работает от 12 вольт, только тогда, когда включенный компьютер, также его можно запитать от этих 12 вольт. В общем, вариантов очень-очень много. Вот такую новую функцию можно подарить своему системному блоку. Спасибо вам за просмотр. Смотрите мои предыдущие видео и увидимся в следующем. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!